Привет, друзья! Как мы знаем, прошло уже три этапа Кубка Мира по биатлону. Осталось уже меньше двух месяцев к Олимпиаде, и в связи с этим хочется с вами подвести итог этой биатлонной недели. Кто же сейчас находится в топ-10 в общем зачете? Кто смог удивить своими результатами? А кто полностью провалился в начале сезона? Начнем с мужского топа. Лидером в общем зачете сейчас является Себастьян Самуэльсон, 250 очков, который два раза становился первым, и в целом четыре раза смог подняться на пьедестал почетно. Худшая позиция шведа – 40-е место в самой первой гонке сезона. Француз Эмильен Жаклен идет вторым, 243 очка. Этому биатлонисту еще не удалось стать победителем в личных гонках. Однако высокие стабильные результаты – три подиума и пять из шести гонок в топ-6 – говорят о отличной форме спортсменов. И на третьем месте в общем зачете находится Вэтлэ Кристиансен – 225 очков. У норвежца два подиума, из них одна победа в гонке-преследовании. Кстати, в прошлом сезоне в общем зачете норвежец шел всего 13-й. 212 очков и четвертая позиция у быстрого контена Фиона Майе. В случае лучшей стрельбы у французов все шансы побороться за большой хрустальный глобус. На два очка отстает от четвертого места старший из братьев Бео Тарья – 210 очков. У него одно призовое место – серебро в индивидуальной гонке. Эдуард Латыпов идет шестым – 199 очков. Все финиши в топ-12, лучший результат – четвертый. На седьмом месте в общем зачете идет лидер прошлого сезона – Йоханнес Бео. Начало сезона которого можно назвать провальным – 189 очков. Единственный подиум – третья позиция в спринте на первом этапе. А вот худший результат – 29 место в Хохфильцине. Это самая неудачная гонка для норвежца с сезона 2017-2019. Для сравнения, в прошлом году самой низкой финишной позиции было 10 место. Восьмое место – Симон Дестьео – 180 очков. Один бронзовый подиум – все старты в топ-27. Девятое место – Стурла Легри – 155 очков. В прошлом сезоне норвежец шел вторым, ведя борьбу с Йоханнесом Бео за лидерство в общем зачете. Десятый – Фабиен Клод – 150 очков. Все старты французов в топ-25. В прошлом сезоне он стал девятнадцатым. Лучшие показатели скорости в гонках – у Себастьяна Самуэльсона, Кантена Фиона Майе и Эмильена Жаклена. На третьем этапе открытиями стали Антон Смольский, который впервые в своей карьере заехал в топ-10, став третьим в спринте и шестым в гонке-преследовании. А также Йоханнес Кюн, получив первую в карьере победу в спринте.